Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, поговорим о системном расизме, как утверждают наши левые и некоторые экстремистские организации. При этом мы не хотим никого оскорбить, лично и обидеть, потому что иначе YouTube нас опять заблокирует. Просто вот существует проблема, и мы ее обсуждаем. Совершенно верно. Более того, эту часть нашей передачи мы даже можем назвать с вами в гостях у сказки, не желая посягать на авторские права одноименной советской программы, потому что этот самый системный или более красивое слово «институционный расизм» — это миф. Сказка, как угодно это называйте. Ну и сейчас попробуем разобраться, почему. Ну, как всегда, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, знаете, когда появляется какое-то красивое слово или словосочетание, или идея, или... Ну, вы можете продолжать этот однородный ряд, всегда имеет смысл посмотреть на источник. А кто, собственно говоря, его запустил в обиход. И в этом плане, если мы посмотрим на человека, с которым связывают вот это громоздкое словосочетание «институционный расизм», то, на мой взгляд, этого уже достаточно, чтобы на самом выражении сразу поставить крест и от него абстрагироваться. Потому что это черный, да, активист Стокли Кармайкл, который из «Черных пантер», он же взял себе псевдоним Кваме Туре или Туре, так и так произносится, как я слышал, в честь двух африканских диктаторов. И чтобы нам всем было сразу же понятно, это человек, который прославился знаменитым высказыванием «Хороший сионист — это мертвый сионист». То есть, для меня, в общем-то, когда я знаю, что человек произносит такие реплики и потом, естественно, говорит, что он не антисемит, но что Израиль — это воплощение колониализма, ну, вы все поняли, как бы я уже не могу всерьез этого человека воспринимать. Но вот нынешние левые силы и либеральные, слившиеся с ними в экстазе, что называется, они вооружились и на каждом шагу тычут в нас этим самым расизмом, и кое-где уже добились немалых результатов, но об этом чуть поздно. Томас Оуэлл, я, кстати говоря, постараюсь вот в этом сегменте рассказывать вам, почему это миф и почему от него надо, на него нельзя обращать внимание надо, как на миф именно, но ни в коем случае нельзя делать его в основе политики. Так вот, я постараюсь тоже опираться на черных авторов, которые его в разное время обличали, или которые определяли развитие чернокожего населения Америки до того, как этот самый миф появился. Ну, собственно говоря, Томас Оуэлл, он открытым текстом это и говорит в совсем недавнем интервью, что никакого такого расизма нет, это абсолютно именно такого, подчеркиваю, системного, институционного и так далее. И что это абсолютно нацистский прием пропаганды, когда повторяется одна и та же хинея, она в голову людям вбивается и начинают в нее верить, хотя, естественно, этого быть не может. Потому что, если мы с вами посмотрим, что это такое, то подразумевается, что вся система создана так, чтобы в ней черные не преуспели, что полиция всегда против черных, или этих, как они теперь называются, persons of color, что образование против, и так далее против, и автоматически намекается, что, естественно, все это уходит в наследие тяжелого режима, то есть рабство. И раз вот существует этот самый расизм, якобы, то, и раз такая система, то несложно догадаться, значит, надо менять систему, надо ее разрушать, и создавать на ее месте что-то новое, вы догадываетесь, какое. Ну, начнем издали. Собственно говоря, наследие рабства. Рабство, напомню, закончилось довольно-таки давно, в 60-е годы XIX века. Да, довольно долго на юге действовали разные дискриминационные установки, действовали они и по всей стране. Но то, что происходит, деградация чернокожей общины в ряде случаев, которые наблюдается, она на самом деле абсолютно связана с веком XX. И тот же Томас Сойл еще в 95-м году в одной из своих книг «Видение избранных, мировоззрение избранных», если угодно, он на трех страницах всего-навсего объясняет, что никакого наследия рабства в проблемах черных нет. То есть, да, никто не отрицает проблемы, но все, что связано с чернокожим населением, разрушение семей, переход на пособия, то, что они становятся легкоуправляемыми, это все абсолютно факторы XX века. Более того, это факторы, которые во многом появились со второй половины 60-х годов, когда якобы революция гражданских прав и действия правительства вроде бы должны были черное население спасти. Однако, если мы посмотрим с вами на знаменитый спорный по ряду пунктов, но, так или иначе, принятый закон о гражданских правах 64-го года, который, как принято считать, дискриминацию и прекратил, то СОВЭЛ приводит другие данные, что вообще-то рост чернокожих на постах важных, на постах, связанных с повышением зарплаты и так далее, до 64-го года был гораздо более стремительным, чем после него. То есть, как мы видим, американская система, она может в определенных местах, в определенных штатах действительно препятствовать чему-то там развитию чернокожего населения, но в целом она против черных не была настроена. И напротив, как только правительство и как только левые взгляды стали брать верх, то черное население оказалось зависимым, оказалось легкоуправляемым и практически вернулось к тому самому рабству, которое вроде бы левые так явно и активно и опровергают. Кстати, в плане репарации за рабство и в плане того, что тяжелое наследие до сих пор мешает черным развиваться, на самом деле это можно, чтобы понять, насколько это абсурдно, это разворачивается в обратную сторону очень легко. Потому что, если представить, например, себе, что сегодня к, ну, не знаю, к какому-нибудь там, кто у нас сейчас очень знаменитый, к какому-нибудь рэперу даже не буду вспоминать, чернокожему вдруг может прийти белый нищий и сказать, вообще-то мой прапрапрапрадед воевал в гражданскую войну, чтобы вас, черных, освободить, и погиб. Из-за того, что он погиб на гражданской войне, семья тогда лишилась дохода, и с той поры до сих пор мы все нищие, потому что травма прошлого переходит из поколения в поколение, тяжелое наследие, потому, дорогой черный миллиардер, отстегивайте к нам такое-то количество долларов в месяц на том основании, что вы такой богатый, из-за того, что мои родители, там, прапрапрапракие-то погибли. Полная хинея скажет его, а на самом деле абсолютно то же самое, что нам толкуют белые либералы и черные активисты, проталкивая эту самую идею несуществующего системного расизма. К чему они должны привести? Должны привести к тому, что идея, которая руководила черным населением до 60-х годов, а именно индивидуализм, желание добиться всего самостоятельно, это самая самостоятельность во многом, то, что американским и является принципами Америки. И таким образом черные добивались успеха, более того, черные активисты, вроде того же Джорджа Скайлера, они как раз эту идею и утверждали, что Америка страна для черных замечательная, но что для этого надо делать, это быть усердным, быть индивидуалистом и добиваться всего самостоятельно, не слушать коммунистов, социалистов и так далее. Более того, по мнению черного населения, по мнению черных активистов вроде Скайлера, если кто эксплуатирует чернокожих американцев, то это ни в коем случае не капиталистическая система, это коммунисты, потому что они используют черных для достижения своих целей. Социалисты делают примерно то же самое. Но, понимаете, если идеи Скайлера и людей около него, даже такой мутный, правда, товарищ, но разделявший во многом идеи Скайлера Маркус Гарви, знаменитый один из отцов черного национализма, так вот, если черное население следует таким заветам, Скайлера и перепрыгивая в более позднее время Соуэллы, то мы видим, что они абсолютно неуправляемые. Да, кто-то из них будет голосовать за демократов, кто-то будет голосовать за республиканцев, но, как бы то ни было, это будет не единый блок, которым можно управлять и которому можно приказывать, а это будут самостоятельные люди, граждане Америки, для которых то, что они американцы, идет на первом месте. То есть то, что Герман Кейн, к которому мы вернемся чуть позже, он как-то себе сказал, что на русский язык увы это не переводится, уж очень хорошо звучит, называете меня ABC Man, American Black Conservative, именно в такой последовательности. И я не хочу вам, конечно, сказать, что вот все черные, как один бы раз, подались бы в консерваторы и в республиканцы, но, по крайней мере, следование вот этим вот простым идеям, оно как минимум бы привело к тому, что не было бы кризиса черной общины. Однако же кризис есть, кризис благодаря левой политике, и глядя на то, что из-за вот этого кризиса черные стали легко управляемой массой, левые, преимущественно белые, как раз стали их использовать в своих интересах и продвигать идею черного расизма, черного национализма, отвлекшись от того, что было раньше. И, как и предрекал Скайлер, абсолютно использовать черное население как эксплуатируемую массу для достижения своих целей. При этом не отдавая себе отчету, что черное население, криминализированное, может стать опасностью, угрозой для всех абсолютно, для самих себя в том числе. Снова Скайлер. Он еще в 60-е годы, во-первых, предупреждал о том, что вот это вот восторги по поводу активистов по гражданским правам, они сильно преувеличены, так как все эти люди, они уничтожают и приведут к тому, что черная община будет подчиненная, будет легко управляться, и более того, это может спровоцировать расовую войну. И второе, что атака на полицию, это абсолютно коммунистическая стратегия, нацеленная на развал Америки изнутри. Ну, как видите, все сбывается, то, о чем говорил Скайлер, но его, к сожалению, никто не послушал. Потому что, если, как я сказал, принимается за основу идея вот этого самого системного расизма, то, значит, систему надо менять, надо все разрушать, надо переписывать историю и игнорировать тех людей, тех чернокожих, которые действительно добивались успеха самостоятельно. И пример этого, ну, то, что мы видели на прошлых где-то двух-трех неделях. Умерли два человека, Джон Льюис и Герман Ки. А Льюис, ну, предположим, как в идеальном мире, оба бы, наверное, удостоились равного освещения в прессе. Льюис, как представитель левого черного населения, Кейн, как консервативного. Я ничего не буду вам подробно говорить про Льюиса, у меня он симпатия не вызывает, говорю сразу. Мне, тем более, я его знаю в основном как человека, который и одно и то же повторял про республиканцев 2008 года, что МакКейн расист, Ромни расист, Царапелин расистка, Трамп расист и так далее. Что Андрю Брайтборд ловил его на откровенные лжи, когда Льюис проходил мимо митинга движения ЧПТ, якобы там его оплевали. Брайтборд тогда предложил денежную премию всем, кто представит видео. Естественно, таких видео не было. И, в общем и целом, еще раз говорю, у меня к Льюису нет абсолютно никаких положительных эмоций. Но то, что либералы могут как-то его оплакивать и так далее, я понимаю. Кейн человек, который всего добился сам. Для меня Кейн это как раз человек, который и должен быть примером для чернокожей общины куда в большей степени, чем Льюис. Более того, Кейн сделал для чернокожей общины и чернокожей общины гораздо больше. Именно своим примером, показав, как можно заработать, как можно сделать карьеру самостоятельно, как можно следовать консервативной идеологии и как можно ставить на место белых либералов, кстати говоря. Если у вас есть время и желание, найдите видео 93-го, кажется, года, где Кейн объясняет Клинтону, почему его реформа здравоохранения обречена. И, хотя Клинтон там в своей манере уворачивается, ухмыляется и так далее, видно, что Кейн его уничтожает полностью. Более того, если бы и мое убеждение такое, что в 12-м году Кейн у Обама выиграл бы, именно поэтому его и убрали этими сексуальными скандалами, которые, заметьте, сразу утихли, как только Кейн снялся с президентской гонки. Но, как бы то ни было, факт тот, что, еще раз повторяю, Кейн для меня более важная фигура. Но тут разговор даже не об этом, а о том, что если смерть Льюиса и его похороны были везде, то про Кейна просто быстро сообщили, естественно, злорадно напомнили, что он умер вроде как от коронавируса и, скорее всего, заразился на митинге, хотя это не факт, но, скорее всего, в поддержку Трампа. Акейн был, вы знаете, весьма активным активистом трамповской кампании. Все. Это ненормально. Нельзя продвигать человека, которого ловили на лжи, заслуги которого спорные были очень давно, и игнорировать человека, который действительно показал, как черный может добиваться успеха. Но именно это и происходит. Когда вот этот самый системный расизм из мифа и несуществующего понятия становится основой для политики. Вспомнится сами другого великого чернокожего, без которого я тоже не могу обойти, именно Кларанса Томаса, который говорил, что любые действия нацелены на дискриминацию, будь то действия белых расистов 19-го, 20-го века или действия современных либералов, это он просто говорил, это из его заключения 1996-го года Верховного Суда. Так вот, и то, и другое есть нарушение Конституции. Но, как только, повторяю, в голову вбивается то, что этот расизм есть, и что для его борьбы надо Конституцию извращать и переделывать и подгонять под нужды левых либералов, происходит то, что происходит. Чем это может закончиться, посмотрите на Соединенное Королевство. И здесь я даже изменю свои политики этого сегмента и сошлось на белого автора Питера Хитченса, на него я часто ссылаюсь, но так получается. Он считает, что как только полиции и политики Британии усвоили это понятие, и он его тоже отвергает, он говорит, что для политиков надо называть не системным расизмом, не институционным расизмом, а институционным пораженчеством, в оригинале дефетизм. Так вот, что как только они взяли это на вооружение, то система правоохранительных органов, она практически развалилась. Как только стало объявлено, что вот везде по докладу соответствующему расследованию, везде якобы этот самый и системный расизм, то полиция, она перестала выполнять свои обязанности по борьбе с преступностью и превратилась, ну, в общем-то, в какую-то социальную службу, которая, да, может вас преследовать за то, что вы там, это уже мы переносим сегодняшний, маску не надели или сделали что-то подобное, но которая бессильно перед преступностью. То же самое мы видим происходит сегодня и в Соединенных Штатах, кстати говоря, где под предлогом вот этого самого системного расизма Сиэтл уже там стремится полицию закрыть вообще, вы видите, что по всей стране нечто подобное происходит и это означает, что да, конечно же, мы неизбежно к этому возвращаемся, что голосовать надо, сами понимаете, как в ноябре, но одним голосованием тут уже не отделаешься, каждый из нас и не только из вас американцев должен эту идею системного расизма опровергать, напоминать, откуда она, приводить примеры реальных черных свободомыслящих людей, ее нельзя допустить, чтобы эта идея также укоренилась в обществе, как это случилось в Соединенном Королевстве. Последствия будут катастрофическими и вне зависимости от того, кто у власти. Чуть раньше, чем этот рапорт о расизме появился в Британии, по полиции уже был нанесен удар в 1984 году, когда была Тэтчер у власти, напоминаю, но и Трампу здесь нужна помощь прежде всего избирателей. Так что помните об этом, я повторяю еще раз, миф этот не должен завладеть умами американцев, только частью тех погромщиков, с которыми надо бороться, и, напоминая вам об этом и о том, что голосовать тоже надо разумно, я умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова, телефон в студии 847-400-5205, и давайте наверное примем звонок. Добрый день пожалуйста в эфире. Здравствуйте Иван. Вы знаете, вот я прослушала то, что вы говорите. Конечно есть расизм в этой стране и очень хорошо развит, но этот расизм против белых. Один тот информация это в общем-то экт расизма, потому что классическое определение, что такое расизм, это когда зависимость от цвета кожи ты имеешь либо преимущество, либо наоборот дискриминацию. И у нас существует серьезная проблема с расизмом против белых. И ну в общем на эту тему можно много говорить, и надо в общем-то об этом говорить, о том, что есть расизм, и он расизм против белых. и не преимущество белых, которые сейчас они пытаются говорить, а преимущество черных, потому что они имеют на самом деле все преимущества и в поступлении и на работу, и в университеты. Спасибо вам большое. Спасибо вам, я согласен, да, расизм, понимаете, такая штука в целом, что его вообще нельзя уничтожить, его нельзя запретить просто так, ну, людям вообще в принципе суждено человеческая природа такая, к непохожим относиться с некоторым предубеждением, ничего с этим не поделать, но когда это надо контролировать, это воспитание, это культура, все это можно управлять, этим можно управлять абсолютно без правительства. То, о чем вы говорите, я согласен, когда это превращается в расизм не системный, а управляемый и имеющий своей целью действительно давление на белое большинство. Но не забывайте и другой пример, если вас интересует и заботит, что такое расизм старый, недобрый, но направленный против черных, он ведь тоже сегодня есть, и если вы почитаете, что пишут леволиберальные товарищи про тех людей, которых я назвал, про судью Томаса, про Томаса, Сойла, про Лэри Элдера, поверьте мне, никакой белый, правый, даже не консерватор, а просто, даже альт-райт какой-нибудь, а про Обаму никогда такого хамства и откровенного расизма, какой себе позволяют левые, в адрес черных консерваторов, никогда себе не позволял. Это уже показатель. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа, я целиком и полностью поддерживаю женщину, которая перед этим говорила. Почему-то слово расизм... Вы, очевидно, через спикер говорите, как-то вас слышно не очень здорово. Нет, не через спикер. Почему-то всегда расизм увязывает с черным цветом кожи. Антисемитизм, это не расизм, и почему-то целая толпа людей, которые позволяют себе это, и они себя расистами не считают. Об этом тоже надо громко говорить, что проявление расизма это ненависть к любой национальности, независимо от цвета кожи и героинской лидии. Спасибо. Я с вами согласен, тем более, что ну просто тема была, моя задача была объяснить, почему системный расизм это хинея, но я согласен, что да, расизм он может работать абсолютно в любую сторону, что по данным ФБР преступлений против евреев в Америке гораздо больше, чем против черных, более того, очень часто сами черные эти преступления против евреев совершают, и знаете, мне вот вспоминается эта старая история, но, и опять я ни к чему подобному не призываю на всякий случай, но тем не менее, во времена великого, да, великого, я им восхищаюсь, человека, Мейера Кахана, бывало такое, что черные нападали на евреев, а люди из организации Кахана потом приходили и проводили с черными разъяснительную работу, и более того, черные активисты и даже черные бандиты, они боялись людей боевого раввина и соглашались с тем, что вот те черные, которые ведут себя как антисемитское быдло, что они заслуживают для того, чтобы люди Мейера с ними разбирались. Было такое, сам Кахан об этом писал, я думаю, многие из вас про это тоже слышали. Но, естественно, да, мы все должны рассчитывать на защиту закона, но когда закон попадает в руки демократов и либералов, то вы все видели, я уж не стал про это говорить, но тут напомнили, видели, как с генпрокурором обращались демократы в Палате Представителей. Это вообще как? Это величайшая страна мира, величайшая демократия и главный Конгресс в мире? Что это такое вообще было? Как такое можно себе представить? В такой ситуации действительно очень часто приходится защищаться самим, хотя я это ни в коем мере не приветствую, не поощряю и так далее. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Иван, добрый день, Сергей. Меня зовут Леонид, вопрос, ну вопрос в принципе, да. Значит, эта Конституция Соединенных Штатов Америки, она писалась без учета черного населения. А я здесь в стране 25 лет и я наблюдаю, значит, как от ноля в принципе, да, оно все недовольство растет, растет, растет и растет. Скажите, пожалуйста, смогут ли ужиться две расы, белые и черные, вот здесь, в этой стране, мирно? Да, запросто. если черных воспринимать как граждан Америки, а не как блок для голосования, то вспомните того же Дагласа, меня часто, да, Фридерика Дагласа, меня часто спрашивают, что делать с нами. Мой ответ такой, ничего не делайте, дайте черному человеку встать на ноги, если он упал, значит, он упал. То, что Конституция писалась, извините, так получилось, это я сейчас не вам лично такой оборот словесный, но она писалась, она работает. Если надо в нее вносить поправки, для этого существует механизм. Переписывать Конституцию через суды, исходя из требований и конъюнктуры, ни в коем случае нельзя. Более того, почему-то Обама при этой Конституции стал президентом. Ряд чернокожих бизнесменов, людей в шоу-бизнесе, в прессе и где угодно сделали прекрасную карьеру. Значит, Конституция не мешает черным развиваться? Добрый день, пожалуйста, Офин. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, Иван, я всегда очень доволен вашими выступлениями, спасибо вам за все, но вот сейчас был момент, вы высказали, с которым я первый раз не согласен. Вы стали рассказывать, как нападали на генерального прокурора эти негодяи. Слушайте, генеральный прокурор дал возможность, чтобы на него так нападали. Он что, не знает, с кем он имеет дело? Он не может показать свою силу? Вот как им позволяют, так они себя и ведут. Вот в чем вопрос. Надо же сдачу давать. В этом, да, я с вами соглашусь. Но барон, видите, он старый, испытанный боец, и у меня такое впечатление, что он делал это отчасти специально, чтобы, знаете, как знаменитый этот Петровский циркуляр, чтобы дурость каждого видна была. Я понимаю, что это ничего, к сожалению, не изменит, но, тем не менее, такое ощущение, что бары им отчасти подыгрывал, у меня было. Ну, и потом это бы выглядело, наверное, не очень здорово, когда генеральный прокурор, вообще его образ, его имидж, и он поступал бы точно так же, как эти хабалки из демократической партии, начал бы перекрикивать, кричать, орать, биться в истерике, как они бились. Я думаю, что он вел себя вполне достойно, и всем нормальным людям, всем нормальным, я подчеркиваю, людям было очевидно, что демократы, ну, такой цирк устроили, гмустный абсолютно, мерзкий, я думаю, что после этого какая-то часть благоразумных людей, которые прежде голосовали за демократическую партию, сделают для себя выводы, и, так сказать, открестятся, отодвинутся, дистанцируются от этих хабалок. Ну, и более того, я даже помню, вот фамилию сейчас не назову, какая-то гражданка из демократок еще и возмущалась, что Бар, оказывается, вел себя по-хамски и сексистски. Фамилия Дин, по-моему, она упрекнула его в неуважении. Я удивлена вашим как же lack of respect to congresswoman, так она сказала. Ну, в общем, типичная позиция, когда быдло совершает быдлячьи поступки, а потом обвиняет в этом противоположную сторону. Ну, это вообще как бы в крови у демократов. Все, что они делают на протяжении последних лет, так сказать, вступая в связи с Россией, используя дезинформацию из России, они обвиняют Трампа в том, что он вступил в заговор с целью выигрывать, победить на выборах. В общем, все это настолько типично, мерзко, пошло, и при этом у них хватает наглости, у него трамперов особенно хватает наглости говорить о Трампе, что вот он такой неотесанный, жлоб, мужлан, ну, да, не такой сладкоголосый, как его предшественник, который очень гладко, славно говорил, лгал, совершенно, так сказать, мило, славно, при этом обещал, что он превратит, ну, смысл был, что я превращу в Америку в банановую республику, он открытым текстом не говорил, он просто говорил, что кардинально трансформирую, ну, сейчас номинант будущий от демократической партии тоже говорит о том, что он трансформирует, и вообще я хочу сказать, что, уважаемые господа демократа, если вы, так сказать, находите для себя экскюз, голосуя за Байдена, что он якобы центрист, на самом деле вы заблуждаетесь, причем я не понимаю, или осознанно, или неосознанно, по наивности, по глупости, не знаю уж, по какой причине, но голосовать вы будете не за Байдена, голосовать вы будете за Акасия Кортес, за Барни Сэндерса и за их политику, уверяю вас, отчасти это нашло свое отражение, их политика нашла, нашло свое отражение в планах, которые озвучил Байден, но если не дай бог, случилось бы так, что Байден выиграл президентские выборы, а политика, которую бы он реализовывал, это была политика Акасии Кортес и Берни Сэндерса, то есть, в открытую вы поддержать Сэндерса и Акасия Кортес не можете, вы для себя эксклюз нашли, вы объясняете, что Байден, да нет, да он центрист, да он, это ширма, к сожалению, уже человек пожилой, страдающий с соответствующими заболеваниями, не помнит, как его зовут, где он находится и так далее, а политику, которую, если бы случилось, что он выиграл, которую он будет осуществлять, это политика именно этого радикального марксистского крыла демократической партии, так что не утешайте себя тем, не оправдывайте свои действия тем, что вы за центриста собираетесь голосовать, нет, если вы пойдете голосовать, то вы пойдете голосовать за крайне левых левых политиков и за их по полосе. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Иван. Вы знаете, вы затеря, как всегда, очень интересный, очень такой же будете, особенно касающийся черного населения в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, есть большой музей черной истории в городе Вашингтоне, я там никогда не был, но там напихали все, что хотите, а вот действительно, человек, который вызывает глубокое уважение, с чего он достиг и кем он стал, Клэронс Тамас, про него там нет ни одного слова. И вот он, этот квотербэк задрипанный, который просто не на что негодящееся, вот его уже туда включили, я уверен, что и Флойд туда включат, а вот Клэронс Тамас, музей черной истории, сколько было чернокожих судей в Суприм-Коле, кажется, вот Маршал, он, это на пальцах, а может, это и все, а его там нет. Это, будем говорить, главная линия, к сожалению, чернокожего населения. И тот, самый маленький факт уже говорит обо всем. Самые почетные люди, их там нет, а всякая шваль, дрянь, расисты, нацисты, кто, они там есть. Спасибо, Иван. Спасибо вам, я с вами полностью согласен, но про Томаса я даже ничего добавлять не буду, тут все за моей спиной видно. Это действительно, мы говорили, помните, в передаче, посвященной уголовникам, которых так любят левые, что как только люди, подобные Томасу, Совуэлу, Скайлеру, стали заменяться на Флойда и публику из шоу-бизнеса, которая бывает не бесталанная, но, как и многие, вне зависимости от разы, тупая, то получили мы, ну, то, что получили, к сожалению, безусловно. Единственное, может, с чем я не соглашусь, что это не главная линия, так сказать, черного комьюнити, это главная линия демократической партии. Им нужно подчеркнуть, ну, они же все время культивируют, что национальные меньшинства являются у нас жертвами, им это нужно постоянно культивировать. А тут вдруг такие примеры. Человек, который достиг того, что один стал выдающимся философом, другой стал судьей Верховного Суда, это никак в нарратив этот не укладывается, понимаете, а им нужно делать жертвы, жертвы, постоянно держать их в этом состоянии. Так что это линия белых ублюдков, которые сидят в демократической партии, в этом прогрессивном движении. Вот это, скорее, их линия. Да, безусловно, но другое дело, что, к сожалению, уж очень многие черные активисты пошли у них на поводу. И это, конечно, тоже удручает, потому что это желание всех мерить единым каким-то мерилом, что раз черный, ну, как Байден тогда сказал, если не голосуешь за меня, то, значит, ты не черный. Так как, на самом деле, повторяю, надо относиться как к любому представителям абсолютно любой другой общности, комьюнити. Каждый должен голосовать за того, кто, по его мнению, защищает его интересы. и если действительно будут известны примеры Соуэлла, получившего работу в Белом колледже до 1964 года, Томаса, который сделал карьеру на Юге, а потом, хотя и сталкивался там с самыми неприятными вещами, а потом сделал карьеру при Рейгане уже в Вашингтоне, то действительно такие люди, они полностью противоречат тому, что навязывается чернокожему, да и белому тоже населению. И потому их демократы ненавидят гораздо больше даже, чем белых. Как ни странно это может прозвучать, но еще раз повторяю, если у Вас крепкие нервы и да, прежде всего крепкие нервы, то вот просто посмотрите, что пишут про Томаса в левой прессе, и все станет понятно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, здравствуйте, я выражаю огромную благодарность Ивану и Вам Сергею. Это очень трогательно, что Вы говорите правду и не бойтесь, потому что действительно идет война народная, кто бы не хотел. И я хотела бы обратить внимание на две вещи. В Техасе это, вы знаете, это кардинально красный штат, республиканец, губернатор, но происходят такие вещи. Участники движения Google Voice, может быть, вы слышали или нет. Это не организовывается, она очень слабо организована, это ультраправое антиправительственное экстремистское движение, оно уже себя проявило в убийстве сотрудников безопасности, правоохранительных органов, мы очень тщательно отслеживаем с друзьями, и вот они проявились конкретно. Несколько траков, 12, ну, говорят, около 20, но я лично насчитала, 12 номера были просто, я их записала, так посмотреть, одни и те же или нет. Привезли оружие полное, полные, в общем, эти траки были, груженные оружием, выгрузились в осени, вы можете представить, это не для пугалок, я вам просто говорю реально, это, это демонстрация, в общем, это движение, оно на, заправо оружия, и оно против правительства, то есть они выступают, идентифицируют себя как либертарианцы и говорят, что, они открыто говорят, что они пытаются спровоцировать и будут спровоцировать вторую гражданскую войну в Америке, и сейчас они замечены в координации с Black Lives Matter, это реально, я вас тоже прошу обратите внимание, богаубойцы они называются, и второе, я хотела бы обратить внимание на такую вещь, как толерантность, все, что поддерживает левое движение, умоляю вас, прошу просто посмотрите по пунктам, кого они поддерживают, потому что толерантность, я как медик, как врач, физишин, вам объясняю, что это термин медицинский, он взятый с тантологией и означает неспособность организма отличать чужеродные как сказать органы, и достигается такое состояние, послушайте, постепенным угнетанием ядовиками веществами иммунной системы организма, приводя ее к апатии и безразличию и полная толерантность, то, что они сейчас провозглашают, вот эти все цветные ЛГБТ уже, они туда ПЭП подсоединили, педиофилия уже открыта, по крайней мере в Твиттере, уже пропагандируется, уже говорят, что снижать надо возраст, то есть 14 это нормально, и я вас умоляю, просто вот эти все движения, ЛГБТ это радикальное движение, люди, которые владеют этим пороком, они прятали всю жизнь, а теперь их вытащили и сказали, поставили на знамена и сказали, это ваше право, и это началась пропаганда, которая тоже действует против нас, то есть вот эта угнетающая раковая опухоль, это и есть полная толерантность, это смерть, всего вам доброго, я с удовольствием слушаю, просто пусть все подумают, кто против Трампа, пожалуйста, задумайтесь, даже если он вам не приятен, не наличен, у нас другого выхода нет, спасибо вам доброго, спасибо большое, кстати говоря, вот вы тоже хорошо напомнили, а ведь тот же Соуэл, он был, может не одним из первых, но одним из тех, кто еще в 90-е, в начале 90-х, я по-моему про это говорил, но повторю еще раз, предупреждал, что так как решение какой-то там психиатрической ассоциации, которая объявила, что вот ЛГБТ теперь не считается отклонением, что так как оно принималось под давлением, под демонстрацией, под пикетом, под, в общем, таким давлением, что его нельзя полностью принимать как легитимно, то есть это не означает, что всех там геев и так далее надо сажать, уничтожать и так далее, но это означает, что сами ЛГБТ-активисты, они сделали все, чтобы само решение принятое, этой ассоциации психиатров, оно все время было под вопросом, и то, что сегодня действительно происходят эти все дикие вещи, к сожалению, Верховный суд в этом даже помогает, когда и Байден готов это все пропихивать и дальше, когда и в школы явно это пойдет, и куда угодно в культуру, точнее в то, что от нее осталось и так далее, то, что ЛГБТ из действительно нишевого явления, как нишевое явление, оно заслуживает права на существование, но то, что оно станет навязываться всем, это, конечно, катастрофа, поверьте мне, ничуть не меньше, чем то, о чем мы говорили сегодня, то есть расизм, потому что как только ломаются устоявшиеся правила, традиции, понятия приличия, то ломается все, и это уже необратимый процесс. Да уж, активисты в нашем регионе требуют запретить уроки истории, математика, российская наука, в университете, по-моему, Рудгерса грамматику объявили тоже российской, английскую грамматику отменить, она российская, зато уроки ЛГБТ истории, и вот сейчас, очевидно, Black Lives Matter тоже внедряются в расписание школ, то есть Орвелл нервно курит в сторонке. Ну да, этот старый мем, что я написал в 84-м как предупреждение, а не как инструкцию, он, увы, оправдывается повсеместно, и это, конечно, тут уже слов просто не находишь, как это описать, охарактеризовать и так далее. Ну, потому что, знаете, я опять сошлюсь, правда, и на белого автора Рассела Кирка, и не на него одного, есть старое правило. Как только человек ломается традиции, у человека лишается внутренних каких-то ограничений и правил приличия. Как только человек лишается внутри этих правил, это неизбежно приводит к тому, что это тирания, потому что кто-то, значит, должен в интересах кого-то насаждать правила, нужные людям у власти. И это мы видим сегодня. Когда рушится все, это, значит, следующий шаг, это неизбежно просто. Ну, так устроен человек, так устроена история и система человеческая природа, что это приведет к такой тирании, что даже страшно себя представит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Значит, скоро выборы. Я считаю, что нужно все время до этих выборов один лозунг бросить. Все на выборы в масках как у воды, никакой почты, только все на выборы. Всем здравия и благополучия. Вперед за Трампа. Спасибо. Что касается... Да, вот с почты это, конечно, тоже. Потому что демократы постараются сорвать выборы таким образом, это безусловно. Послушайте, ну, то, что творится на почте, американская почта всегда была, так сказать, проблемной. Всегда, во всех отношениях. И об этом всем известно. И сами работники почты об этом говорят, сами признают, что это будет катастрофически, если все выборы будут проходить через почтовое отделение, через посылки, бюллетени и так далее. Нет, ну, это единственный путь, наверное, действительно сорвать потом судить, потом объявить нелегитимным президентом, то есть, ну, вариантов может быть сколько угодно, сфальсифицировать часть бюллетеней, просто похоронить. Те штаты, в которых проходил прайморис, проходили по почте, они до сих пор, в Нью-Йорке еще не посчитали количество голосов. А когда прайморис были? Вы представляете, если там с лишним миллионов человек проголосуют по почте, что будет твориться, сколько будут считать эти голоса, сколько будут поступать? Мы до последнего времени получаем письма, отправленные во время войны. Есть случаи. Как вы, то есть, если посмотреть на вещи просто так, безотносительно партийные принадлежности, какие... Ну, я, извините, тоже вставлю, так как мне приходится получать книги, в том числе из штатов, по два, по три месяца иногда идет. Это, конечно, и наша почта хороша, но тут я не только на нее, и не только ее виню. Поэтому нет, почта, это ни в коем случае. Поэтому, а мы вчера встречались с кандидатами Марк Керрен, который баллотируется в Сенат на место Дюрбина, я не знаю, противостоит Дюрбину, и Саргис Сангария, абсолютно brightest, бывший военный, более 20 лет отслужил в спецназе. Удивительный человек. Он баллотируется в 9 округе против Джанчаковски, который там сидит, который давно уже пора уйти. Но если бы человек имел совесть, она бы сама ушла. Так вот, к сожалению, во-первых, я должен сказать, спасибо Флори Тап, Марте Гаврилов и Центру Круг, которые организовали эту встречу. То есть, технически организовано было все правильно. К сожалению, народу было очень мало. Но я об этом тоже узнал в последнюю минуту. У меня не было даже возможности объявить о том, что эта встреча состоится. Все в наших руках. Все будет зависеть от того, как мы выйдем и будем голосовать. Иван, к сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи. До встречи.